Всем привет! Очередное наше путешествие Путешествует по Дании Хочу вам показать церковь Фредерика Или как ее называют Мраморная церковь Проект здания был создан архитектором Николаем Аятведом В 1740 году Начали строить в 40-х годах 18 века Из норвежского мрамора Первый камень в основании храма заложил король Фредерик V То есть он увековечил себя Но вскоре архитектор Николай Эйгвет Скоропостижно скончался Мрамор подорожал и возведение церкви Застоприлось на полтора столетия Только в 19 веке нашли деньги Дал их банкир Карл Теген Основатель компании Тувор Он дал деньги на настройку церкви Правда уже не из мрамора А наполовину известняка И в два раза меньше запланированных изначальных размеров Но все равно церковь получилась впечатляющей Внутри витражи Сверху украшает огромный купол Различные барельефы Положена она в районе Фредериксштаден Церковь открыта 19 августа 1894 года Это лютеранский храм И кстати он находится в зимней королевской резиденции Амаленборд Это главный архитектурный памятник Копенгагене В стиле барокко Ну что еще можно сказать Ну диаметр купола 31 метр Красивая церковь внутри мне очень понравилась Действительно такая тишина И красивая церковь Для того чтобы ощутить надо побывать В воскресенье в мраморной церкви проходит богослужение Ежегодно церковь посещает порядка 250 тысяч человек Здесь проводится порядка 60 богослужений Ежегодно 45 детских крещений Порядка 3 взрослых крещений И около 22 обрядов конфирмации Ну вот собственно говоря и все Показал я вам церковь Церковь Фредерика Или мраморная церковь Копенгаген Всего хорошего До свидания Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok